Свиной сало стало известно человеку с давних пор. Много веков назад свиной жир применялся для изготовления свечей. Такие свечи не могли похвастаться ярким пламенем, но были неплохим источником дополнительного света. Возможно, только благодаря таким свечам до наших дней дошло огромное количество информации, ведь их использовали летописцы и монахи при написании своих трудов. Не только исторические писания остались неизменными до нашего времени. Также сохранилась рецептура знаменитого итальянского сала Лардо. Еще в древние времена этот продукт присутствовал в рационе итальянских солдат и простого населения. На сегодняшний день Лардо является настоящим деликатесом с неизменным на протяжении долгих лет способом приготовления. В течение многих веков сало является неизменным атрибутом стола многих национальностей, пусть в разных видах, но оно присутствует практически в каждой культуре. В последнее время, в связи с тенденцией похудения, свиное сало стало чем-то непозволительным для тех, кто заботится о своей фигуре. Появилось множество мифов и легенд о вреде сало. Прежде чем продолжить просмотр, просим вас подписаться на канал, чтобы вы не пропускали новые полезные материалы, а наша команда, в свою очередь, будет делать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Пять наиболее известных мифов о сале Миф номер один. Сало способствует набору веса. Сало действительно является очень калорийным. В среднем энергетическая ценность сала составляет 760 калорий на 100 грамм. Однако на набор веса влияет не калорийность продукта, а его количество. С таким же успехом вы можете набрать вес и от любой полезной крупы, если будете есть ее в неограниченных объемах. Людям, которые не занимаются спортом и ведут малоподвижный образ жизни, рекомендуется употреблять от 10 до 30 грамм сала в сутки. При наличии лишнего веса рекомендуемая норма снижается до 10 граммов в сутки. Самыми лучшими свойствами обладает соленое сало. Засолка может производиться как с чесноком, так и со многими другими специями. Не уступает такому салу и продукт домашнего копчения. Но не стоит сопоставлять его с тем, что можно найти на полках супермаркета. На производстве копчение происходит при помощи специальной жидкости. Это насыщает сало консервантами, канцерогенами и прочими веществами сомнительной репутацией. Миф номер два. Оно полностью состоит из жира. Да, это факт. Он будет большим преимуществом сала, а не его недостатком. В нем содержится масса полезных для человека организма веществ благодаря его составу и структуре. Одним из примеров таких веществ является арахидовая кислота. Источников данной кислоты в природе крайне мало, и все имеющиеся источники живого происхождения. Арахидовая кислота невероятно важна для полноценной жизнедеятельности организма. Она задействована в работе сердечно-сосудистой системы, входит в структуру клеток и обеспечивает работу иммунной системы. Не менее важными веществами являются витамин F. Витамин F контролирует уровень холестерина в организме, избавляет от аритмии, минимизирует риск развития тромбов, снижает кровяное давление. Витамин A отвечает за здоровое зрение, пищеварительную систему, полноценный рост и развитие детей, хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Витамин E подавляет воспаление, ускоряет заживление ран и ссадин, является антиоксидантом. Витамин D улучшает тонус мышц, поддерживает иммунную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы, предотвращает развитие онкологических заболеваний и нормализует кровяное давление. Каротин – это мощнейший антиоксидант, влияет на все системы организма, препятствует развитию раковых клеток. Миф номер три. В сале много холестерина. Отчасти это правда. Холестерин действительно есть в свином сале, но его количество ничтожно мало и не представляет никакой опасности для организма. Существует мнение, что холестерин неизбежно накапливается и провоцирует развитие артсклероза. Это совершенно не так. Специалисты уже давно доказали, что накопление холестерина совершенно не связано с тем, сколько его поступает в пищу. Он может появляться в крови самостоятельно, без внешней подпитки. Поэтому намного важнее следить за тем, как вы используете ресурсы организма. Более того, кислоты, которыми насыщено сало, наоборот, помогают избавить сосуды от шлаков, токсинов и образующихся на них бляшек. Поэтому, если вы хотите остаться здоровым и прожить долгую жизнь, то сало только пойдет вам на пользу. Миф номер четыре. Соотношение жирных кислот. 70% питательных веществ наш организм должен получать из белков и углеводов. Оставшиеся 30% калорий приходятся на жиры. Если перевести процентное соотношение в граммы, то получается 70 грамм жиров в сутки. Вместе с жирами в организм попадают необходимые кислоты. Существует всего два продукта, в которых эти кислоты находятся в правильном соотношении. Такими продуктами будет свиное сало и арахисовое масло. Миф номер пять. Натуральный жир. Сало является одним из немногих источников натурального жира. Он необходим для защиты организма от суровых погодных условий, входит в состав клеток головного мозга, регулирует уровень температуры организма и служит запасом питательных веществ. Структура свиного сала практически полностью зависит от того, как питалось животное на протяжении своей жизни. Идеальным по структуре и вкусу будет сало того животного, которое кормили желудями. А вот жесткий продукт вы получите от поросенка, который страдал от голода. Народные рецепты с использованием сала. На протяжении последних десятилетий все чаще можно услышать от диетологов о том, что сало может навредить организму и даже провоцирует развитие некоторых болезней. Но это не соответствует истине. Сало не только безопасно, но и жизненно важно для организма. Чтобы удостовериться в этом, необходимо разобраться в составе и свойствах жиров. Для начала поговорим о ненасыщенных кислотах. Арахидовая кислота – это один из важнейших микроэлементов для организма. Он стабилизирует работу нервной системы, участвует в белковом обмене, отвечает за полноценную работу мышц, стабилизирует работу сердца, подавляет воспалительные процессы, стимулирует работу мозга и многое другое. Свиной сало является одним из главных источников арахидовой кислоты и не только. Почти на 10% сало состоит из важнейших жирных кислот. По этим показателям оно опережает масло и жир говядины. Свиной сало активно используется для профилактики болезней народными методами, и зачастую его эффективность проявляется сильнее, чем у дорогостоящих аптечных лекарств. Если у вас болит зуб, можно приложить на 20-30 минут ломтик сала с солью, и это быстро снимет болезненное ощущение. При болях в суставах понадобится топленое свиное сало. Его можно заменить обычным салом, измельченным при помощи блендера или мясорубки. Данный продукт необходимо обильно нанести на места, которые беспокоят. Сверху накрыть пленкой и закутать в шерстяную ткань. Держать такой компресс необходимо в течение всей ночи. Для избавления от подагра необходимо растопить 35 г сала, добавить туда 140 мл козьего молока и немного меда. Далее в эту смесь добавляется 140 г горячей воды, 100 г камфорного спирта и 50 г скипидара. Этим средством надо намазать поврежденные участки кожи. Курс лечения составляет 30 дней. При остеохондрозе необходимо втирать растопленное масло в спину, либо использовать его для массажа. При повреждении сустава измельчить 100 г свиного сала и смешайте с одной ложкой соли. Поврежденные места необходимо натереть полученным средством и накрыть теплым одеялом. Полезные свойства свиного сала О качествах свиного сала специалисты спорят уже много лет. Кто-то уверен в его исключительной пользе, кто-то утверждает, что сало запрещено применять в пищу. Мы поделимся с вами своей точкой зрения, которая основана на изучении пищевых и биологических свойствах данного продукта. Самым важным качеством свиного сала является то, что оно насыщено кислотами, очень важными для организма. В сале их даже больше, чем в масле. В связи с этим биологическая активность данного продукта в несколько раз выше, чем в других животных жирах. Это помогает держать организм в тонусе и повышать жизненные силы. В процессе тепловой обработки сала в несколько раз увеличивается количество ненасыщенных жирных кислот. К этим кислотам относятся олеиновое, арахидоновое и стеариновое. Поэтому многие специалисты советуют для жарки использовать не растительные масла, а свиное сало. Вас, конечно, интересует, что насчет заболевания сосудов. Свиное сало имеет в своем составе насыщенные жиры, которые вызывают артсклероз, но их количество значительно меньше, чем в остальных продуктах животного происхождения. На данный момент появились схемы питания, которые включают в себя свиное сало. Существует мнение, что употребление нескольких ломтиков сала перед едой намного уменьшает аппетит. Для насыщения понадобится меньшее количество еды. Вы избавитесь от переедания и чувства тяжести после еды. А также это в лучшую сторону скажется на вашей фигуре. Вредность сала Положительные свойства сала мы выяснили. Теперь обсудим, почему сало может быть опасно и в каких случаях от него лучше отказаться. Любой продукт в избытке может навредить человеческому организму. Сало не является исключением. Его бесконтрольное поедание действительно может спровоцировать появление артсклероза и стремительный набор веса. Кроме того, свиной сало рекомендуется с осторожностью употреблять тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Если вы будете использовать сало для жарки чего-либо, то недопустимо делать это слишком долго или на сильном огне. В таких условиях свиной сало начинает активно выделять канцерогены. Также необходимо учитывать, в каких экологических условиях было произведено сало и на каких кормах выращено животное. Копченое сало также может быть опасно для организма, но в большей степени это касается готового продукта, который вы можете приобрести в магазине. Такое сало становится копченым благодаря жидкостям. Оно насыщается канцерогенами, консервантами и другими вредными веществами. На 100 грамм сала приходится почти 800 калорий. 200 грамм продукта перекрывает суточную потребность организма в питательных веществах. Этот факт необходимо учитывать при его потреблении. Если не брать во внимание полезные вещества, которые содержат в себе сало, то его с трудом можно назвать хорошим продуктом. При бесконтрольном употреблении свиного сала могут начать развиваться разные болезни. Если болезни уже имеются, то обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом по поводу применения этого продукта. На что обратить внимание при выборе свиного сала? Для того, чтобы купить качественный продукт, желательно посетить рынок или мясную лавку. Не рекомендуется приобретение свиного сала в обычных магазинах или супермаркетах. Хорошее свиное сало должно быть равномерного белого или слегка розоватого цвета. Такая шкура скажет нам о том, что животное было молодым. Вкусовые качества такого сала. Запах также играет большую роль. Он должен быть приятным, без своеобразных оттенков. Если запах вас настораживает, то лучше отказаться от приобретения. Продукт должен быть упругим, но при этом легко разрезаться. Специи, которые замечательно подойдут для засолки свиного сала. Каменная соль, чеснок, лист лаврушки, паприка, перец молотый, кориандр, имбирь, острый перец, базилик, шафран, гвоздика. Сало – это идеальный продукт для засолки. Основное преимущество заключается в том, что его невозможно пересолить. Лишняя соль попросту не проникнет в продукт. Как засолить? Есть три наиболее распространенных способа засолки. Самый простой и распространенный способ – натереть куски сала каменной солью и специями, которые вы предпочитаете. Затем куски укладываются слоями в посуду, помещаются под пресс и настаиваются в холодном тесном месте от трех до десяти дней. Чем больше сала настаивается, тем насыщеннее его вкус. Готовые кусочки нужно очистить от соли, обсушить и убрать в морозилку. Храниться такой продукт может 45 дней. Способ удобен тем, что не требует большого количества времени и усилий. Второй способ засолки заключается в приготовлении рассола. Куски сала помещаются в рассол на некоторое время. Времени потребуется немного больше, чем в первом способе, но и вкусовые качества готового сала будут значительно лучше. Такой продукт сохранится на протяжении 12 месяцев. Ну и третий способ – это варка. Он подойдет тем, кто опасается паразитов и вредных веществ. Сроки хранения вареного сала – около 6 месяцев. Вне зависимости от метода приготовления соленое сало необходимо хранить в морозильной камере. Способы приготовления свиного сала. Свиное сало в банке. Потребуется 1,5 кг сала, литр воды, стакан соли, 5-6 зубцов чеснока, лавровый лист 3 штуки, специи по желанию. Процесс приготовления. Сало нарезать на части, которые смогут поместиться в банке. Чтобы сделать рассол, доведите до кипения воду с солью. Она должна полностью раствориться. Готовый рассол необходимо остудить. Чеснок очистить, разрезать и измельчить. Измельченной смесью натереть подготовленное сало. Натертое сало необходимо утрамбовать в баночку. Слои при этом посыпать лаврушкой. Подготовленные банки салом заливаются остывшим раствором и неплотно накрываются крышкой. Банки поставить в холодильник на 4-7 дней. Готовые кусочки сала промыть, обтереть бумажным полотенцем и обвалять в специях. Сало в специях необходимо сутки хранить в прохладной комнате, и после этого оно будет полностью готовым. Свиное сало в луковой шелухе. Потребуется сало с мясом 1,5 кг, вода 1,5 литра, луковая шелуха 2 стакана, соль 300 г, сахар половина стакана, 4 лавровых листа, чеснок 4 зубчика, специи по вкусу. Процесс приготовления. В воду поместить шелуху от лука, сахар, соль и лавровые листья. Полученный состав довести до кипения и положить в него нарезанное на кусочки сало. Сверху поставить пресс. Дождаться, пока содержимое закипит, убавить огонь и варить. Спустя 20 минут снять посуду с огня и дождаться остывания. Остывшую кастрюлю убрать в холодильник на сутки. Спустя сутки готовое сало обвалять в смеси чеснока и специй. Через несколько минут сало будет готово к употреблению. Свиной сало по-венгерски. Потребуется сало 1,5 кг, соль 2 кг, чеснок 5 больших зубчиков, острый перец 2 чайные ложки, паприка 2 чайные ложки. Процесс приготовления. Сало нарезать на куски и хорошо обвалять в соли. Подготовленную посуду посыпать соль большим слоем. Сверху уложить подготовленное сало и засыпать еще одним слоем соли. Поместить в холодильник. Спустя 3 дня необходимо достать кусочки сала и повторить второй пункт, но уже со свежей солью. Еще через 3 дня измельченной чеснок смешать с остальными специями. Смесью натереть очищенные от соли кусочки сала и снова убрать их в холодильник. Через несколько дней сало готово к употреблению. Подводя итоги, хочется сказать, что сало – это великолепный продукт, вкусный и полезный для здоровья. Главное – знать меру.